Наличие разрешения на работу, выявление нелегальных перевозчиков, соблюдение масочного режима среди таксистов. Этим и другим вопросам был посвящен профилактический рейд, который утром, в среду 20 октября, провели сотрудники ГИБДД. Вместе с ними были представители Министерства обеспечения контрольных функций и Минтранспорта Тверской области. В профилактическом мероприятии приняла участие съемочная группа нашего телеканала. Все подробности у Никиты Васильева. Утро среды не стало добрым для вот этого водителя, находившегося за рулем немецкой иномарки с логотипом известного агрегатора такси. На своем автомобиле таксист вез пассажира на вокзал. Разрешение на работу, водительское удостоверение, с бумагами все было в порядке. Подвело отсутствие маски, тогда как для работников сферы услуг, в том числе и для таксистов, это обязательное требование. Вы на линии сейчас, да, с пассажиром? А почему без маски в таком случае? Я не буду отвечать. И хотите отвечать? При этом отметим, что сам пассажир, которого нерадивый водитель вез в салоне своего автомобиля, был в маске. Я как из дома вышла, сразу одела. А водитель без маски, вы ему ничего не сказали, что он без маски? Вас не беспокоит это? Ну, я в маске, поэтому я... Вы не переживаете, да? Да. А когда есть и часто таксисты без маски? Нет. Я даже немножко удивилась, что он без маски. Ну, вы ему ничего не сказали, то есть вас это особо не беспокоит? Ну, я потому что в маске, поэтому... Молодой человек, нате, возьмите маску. Впрочем, маска, надетая уже после того, как таксиста остановил сотрудник ГИБДД, от наказания не спасет. Инспектором госавтоинспекции составляется рапорт об административном правонарушении. На основании рапорта Минтранс привлечет к ответственности данного гражданина. Ответственность в данном случае административная, и водителю может грозить денежный штраф. Впрочем, как пояснили в ГИБДД, учитывая, что на подобном правонарушении автовладелец попадается впервые, скорее всего, он отделается предупреждением. Отметим, что в ходе рейда, который совместно проводили представители ГИБДД, Министерство обеспечения контрольных функций и Минтранспорта Тверской области, в целом тверские таксисты показали себя с лучшей стороны. У подавляющего большинства были при себе все разрешительные бумаги, средства индивидуальной защиты также имелись. Напомним, что на сегодняшний день в Тверской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Нахождение в местах общего пользования и на транспорте, включая такси, без средств индивидуальной защиты запрещено.